Всем привет! Сегодня у меня очередной выход. На лыжах, как видите, еду. Ну и немножко по ситуации. На улице 13 февраля 2016 года. Температура где-то минус 1, минус 2. Днем, наверное, будет около 0 градусов. Ну и, собственно, сегодняшний выход я хотел посвятить своей новой щепочнице, которая у меня появилась. Вернее, она даже может быть не совсем новая. Это модификация прежней модели. Ну и, если получится, я бы хотел сегодня поставить фотоловушку. Следов много, как видите. Есть, в принципе, следы и собачьи. Тут лыжники многие ходят, берут с собой своих питомцев. Но вот именно сегодня я заметил, что рядом с лыжней очень много и следов диких животных. В частности, зайца. Что с фотоловушкой сегодня будет, я не знаю. Потому что на прошлой неделе я выходил, был наст. А тут какой-то день выпал снег. Такой незначительный. И вот видите, снег наст, в принципе, есть. Но сверху вот навалило немножко и остаются следы. Конечно, ставить фотоловушку в такой ситуации не очень хорошо. Потому что можно ее лишиться. Кто-нибудь по следам подойдет и ее могут снять. Но посмотрим. Загадывать не буду. Всем моим подписчикам огромный привет. По именам всех перечислять, наверное, пока не буду. Потому что всех не запоминаю. Тем не менее, огромное спасибо, что смотрите, комментируете. Ну и даете какие-то советы. Вот. Ну и, собственно, если вы помните, у меня были некоторые сложности. Я о них, ну так, коротко говорил. Ну и в очередной раз я убеждаюсь, что все, что, ребят, не делается, все делается к лучшему. Это на самом деле факт, который проверен уже многократно, тысячекратно. Ну и мой опыт жизненный, небольшой. В принципе, это тоже доказывает. Ну все. Сейчас пока отключаюсь. Ну а там дальше по ситуации. Если будет что-то нормальное, интересное, если получится поставить ловушку, ну я включусь, и там уже посмотрим. Ну а не получится. Поснимаем природу. И все в таком плане. Кстати, вот такой нюанс. Вчера ехал домой, погодка была вообще изумительная. Солнышко, синее небо, такие вот легкие облака. Ну, красота. Сегодня, вот так говорится, выходной, все как обычно. Опять же, все по закону подлости. тучи. И немного пасмурно. Тем не менее, мы на выходе с вами. И какие-то моменты заснимем. Все, пока отключаюсь. До связи, ребят. Ребята, следов вообще полно. Вот видно опять зайчьи следы. С фото ловушкой сегодня, наверное, не получится. Потому что, вот видите, как остаются какие следы. Я думал, будет наст, и можно будет прям по нему спокойно пройти. Но оказалось, немножко я ошибся. Да, следов, конечно, полно. Вот такие ели растут у нас. густые. Ну, в принципе, ладно. Ловушку не поставлю. Просто прогуляемся. Значит, по плану номер два испытать щепочницу. Может, хоть это получится. Посмотрим. Ладно, пока отключаюсь. Ребят, пытаюсь тут спуститься на лыжах. пока получается нормально. Хотя несколько неудобно. Неудобно. Как вы видите. Лыжи зацепились. Заветы. Криво встала лыжа. Ну, и к тому же снимаю одной рукой с другой палки. опоры не было, поэтому полетел. и вот спустились. Сразу видны следы зайчи. Достаточно интересно. Ладно, идем дальше. Вот, ребята, березка сгнившая. Ну, и сейчас для нее, и с нее для щепочницы возьму немножко дровишек. Кстати, обратите внимание, вот видите, шишка вставлена. Вот. Вставлена шишка. Это, скорее всего, сделала белка. Вот. Свои запасы. Причем уже видно, что шишка немножко погрызли ее. так что вот такие интересные моменты. Ну, а я возьму немножко кусочек, оторву. Коры вот такой уже там с берестой. Мне хватит. Ну, все, до связи. Ребята, посмотрите, как иногда сосны растут. Какие формы причудливые. У основания ствол, потом он раздваивается, даже тройной какой-то. И пошло вверх. Вообще супер. В этом месте я еще не был. Нужно будет сюда весной выбраться. Там вот видны березы растут. Прогуляться за чагой. Все, думаю, поставить в ту ловушку или не ставить. Следы, в принципе, остаются. К тому же сегодня выходной, завтра еще выходной. Народ будет ходить на лыжах. Хотя сюда ходят не все. Признаемся. Не знаю. Ладно, где-нибудь здесь сейчас поставлю. Там видно, вон дятлы раздолбили. Ну-ка посмотрим. сейчас подойдем. Вот. Расковыряли упавшую березку. ну ладно. Может быть, где-нибудь тут сейчас поставлю. До связи. Ловушку я поставил. Вот она висит на березке и смотрит вон туда. Как раз я там немножко хлебца подбросил. для запаха, чтобы заяц вышло или кто. Следы, кстати, вон есть как раз. Белич, там, по-моему, видно и зайчи проходит тропинка. То есть, по идее, может быть, у нас с вами что-нибудь и получится. Снимать ее буду или завтра, или через день. Ну, посмотрим. Ну, сейчас второй важный момент это включить навигатор и поставить точку, чтобы не забыть ее, не потерять и так далее. Кажется, вроде, место знакомое, то есть, там вот поле немножко лесок, но по опыту уже знаю, что иногда так вроде все и ясно, а потом ее и не найдешь. Сейчас посмотрим, поймал же спутники. Пока ловят, как видно, это первое включение. Иногда быстро, иногда где-то минуту, потом моментально. В общем, сейчас поставлю точку и все. Вот ловушка стоит, ловковые датчики, два, один датчик вперед, два по сторонам. Ну и будем надеяться. Ну все, пока отключаюсь. Идущие ребят по замерзшей реке, по маленькой. и вот смотрите, сколько следов набегали здесь. Недалеко отсюда как раз мы с вами сейчас поставили в эту ловушку. Так что, я так думаю, зайчика мы с вами сфотографируем. Должны, по крайней мере. Хотя, данный прибор я сейчас оставил на свой страх и риск. места хоть и мало посещаемо людьми, но с учетом того, что следы остаются, это, конечно, не очень хорошо. Ну да ладно. все в тропинках каких-то излазили. Так, ладно. Я сейчас передаю вам туда. Вон там вот лес, видите, за полем за этим. И там мы с вами попробуем запустить щепочницу новую. ну и пока все. Пока так. Вот видны назревающие почки, видно, появляются. Шишки видны. Вот шишечки видны. почки. Да и вообще уже что-то все говорит о том, что весна уже не за горами. Как говорится, морозы еще обещают, но это уже такие отголоски. Мне кажется, основное уже прошло все, основной пик. Вот смотрите, сколько этих на сосне шишки сколько растет. Вся увешана ими. Вообще супер. Ну ладно, пойду сейчас наверное прямо, прямо вот так вот напрямки срежу. Давайте ребята до связи. Вот так приходится идти. Опа, видите, вот в дерево лыжи заехал. Если сейчас шел немножко побыстрее я бы в очередной раз упал. Конечно все это здорово, но контроль должен быть. супер. Я бы сейчас хотел, чтобы выпал снег, чтобы он засыпал мои следы, где я шел. Потому что немного все-таки отдергаюсь. Как-нибудь любопытный поедет и ку-ку. вот вы видите заяц тоже шел. Зайчишка. Впереди еще видны. он. Ладно, пока отключаюсь. Подхожу ребят к лесу. Вон он виден уже. Но перед лесом вот такая вот ерунда. Ее нужно как-то пройти на лыжах. Неудобно вообще. Ничего не сделаешь. Не обойти никак ничего. Придется лезть. Самое главное не залиться тут. Потому что если тут упасть моментально все запутывается и неудобно. вылезать. Но вроде преодолел. Вышел на следы снова на зайчика. Снова вышел. Фу. сейчас где-нибудь здесь печурку потопим. вон вон как раз бревно лежит вон впереди. Там я думаю будет удобно. Тут все в следах у у нас опять. вон оттуда я пришел с тех зарослей. снежок снежок уже немного проваливается я чувствую. Температура видимо повышается. Хотя вот под верхним слоем у нас еще есть нормально. ну где-нибудь здесь сейчас попью чай сделаю. Как раз сухие веточки есть. Вон высохший кусок березы нормально. Вон сломленные ветки. Ну где-нибудь здесь попью чай. Прикольно. Ладно ребят пока отключусь. Сейчас тут все обустрою место. и там уже посмотрим. Ребята всем привет. Все вы знаете что я как и многие из моих подписчиков как многие из различных групп вот я люблю щепочницы такие печки. Чем они хороши? Ну во-первых их размер вот у меня сейчас в руках одна из печей в данном случае это очередная печь биохит у меня одна такая печурка уже есть прежняя модификация вот сейчас новая и я хочу ее немного попробовать посмотреть как она будет в работе в частности меня больше всего интересует там есть так называемый пиролизный блок благодаря которому ну как я понял образующиеся газы выходят и параллельно также воспламеняются то есть повышается кпд горения ну и просто это прикольно вот у меня в руках очередная печурка данного производителя как только она появилась я сразу ей так сказать загорелся мне ее захотелось и вот она у меня появилась ну что сказать печь поставляется в таком чехольчике сразу то есть вот видно чехол он на кнопке насколько это удобно ну судить как говорится не мне а вам прежняя моя печь в таком чехле уже примерно год ну пока чехол живой хотя иногда я данную печурку кладу ну в другие так сказать сумочки немножко побольше формата ну чтобы удобнее было засовывать туда то есть тут на любителя прилагается к печи инструкция как ее собирать и так далее ну и собственно вот сама печка сейчас скажу что сразу мне бросилось в глаза когда я открыл посылку вот данная печь новая модификация поставляется в таком металлическом я так сначала подумал вот чехол оказалось это такая подставка вот у нее вот так отгибаются ножки вот отгибаются ножки в таком формате ее можно поставить куда-то на тот же снег например на какую-то поверхность и использовать как столик и какие-то другие поддель подругие цели буду я его использовать или нет это под вопросом но то что удобно в плане транспортировки все так сложил кучку это вещь и второе дополнение которое здесь мне понравилось вот сразу прям о пиролизном блоке я пока не говорю потому что надо его испытать еще посмотреть вот такой металлический поддон то есть я вот сейчас подготовил место сейчас я вам покажу вот место сильно не расчищал то есть снег видно проваливается я прям куда-нибудь сюда поставлю этот поддончик а уже на него печку ну и собственно сама печь данная вот она в этом столике который раскладывается она здесь сложена то есть тут стенки дно дверца дверцы можно пользоваться можно не пользоваться это кому как удобно я иногда ее ставлю иногда нет решетка под гриль здесь есть я и правда ни разу не пользовался но или пользовался я уже забыл даже но решетка это под гриль не самое главное здесь самое главное это сама конструкция печи достаточно удобная компактная нормальный металл что мне еще здесь понравилось то что у данной печи дно регулируется по величине подъема то есть можно сделать печку глубокой установить донышко на самый низ а можно приподнять кверху это например если у вас нет дров или дрова сырые есть сухое горючее и чтобы пламя так сказать больше доставало и охватывало дно вашей посуды вот дно можно установить повыше и будет все нормально в общем видео по данной печи по прежней версии повторюсь они примерно одинаковые у меня на канале есть я сейчас соберу данную печку установлю пиролизный блок для меня это самое интересное для сегодня ну и попробую разжечь конечно опять сегодня вот видите температура уже я так думаю около 0 наверное минуса даже уже нет ветки какие-то все сыроватые здесь я не знаю что получится но будем пробовать как обычно будем пить чай все печку я сейчас буду собирать собирается она кстати быстро достаточно показывать я это тоже не буду потому что это во первых есть и в инструкции и сам процесс сборки но видны вот здесь пазы вот выемка выемка и паз и по типу конструктора то есть думать практически не приходится все наглядно все элементарно в инструкции я прочел что в данной печи дверца приобрела некоторую модификацию то есть она устанавливается первая и как дверца обычная и ее можно установить под углом чтобы туда подкладывать было удобнее дощечки чтобы они лучше схватывались лучше же разгорались под углом когда находится не знаю может быть сегодня попробую данное устройство может нет потому что конечно вот тестировать такие вещи лучше на мой взгляд мне удобнее когда можно более-менее спокойно дров набрать там походить сесть здесь сейчас видите снега сантиметров пятьдесят наверное лазить неудобно снимать не очень удобно здесь в этом вот кусочки в общем посмотрим все пока отключаюсь сейчас соберу там дальше будет все видно до связи ребят печка выглядит вот так как видите достаточно объемно складывается по типу конструктора вот у меня сейчас видно вставлено дно на самый низ я поставил вот она фиксируется сбоку и вот эти вот вырезы раз два три еще три сверху осталось это как раз величина подъема чтобы регулировать подъем дна я установил на самый низ не знаю правильно это сделал или нет можно было повыше конечно наверное нужно было с учетом того что сегодня дрова сырые и огонь я думаю будет такой тяжкий ну ладно ну и сейчас самое интересное это пиролизный блок по сути это вот такие прямоугольные накладки устанавливаются они вот так вот в печку вот так ставятся и закрепляются снизу сейчас попробуем одной рукой это сделать даже вот вот один я установил то есть там будет гореть вот в эти отверстия снизу которые в блоке вот в эти отверстия попадает газ сверху он выходит и по идее вот отсюда вот из этих вот отверстий сверху которые видны вот под пальцем по идее будет пламя выходить ну посмотрим сейчас установлю второй блок в инструкции как все устанавливать все написано все достаточно собирается очень быстро я вот одной рукой сейчас делаю поэтому у меня не все получается ладно сейчас сделаю в общем ладно сейчас соберусь все закреплю и где-нибудь вот здесь мы ее и установим и подключаем все ребята до связи дело чтобы ik обмор я и я это и и Продолжение следует... Схватывается вроде нормально. Посмотрим, что дальше. Ну а сам котелок, вы уже видели, по прежней печки, ставится вот на такие подставки. Они вот тут сюда устанавливаются, здесь есть пазики вырезанные. Все держится нормально и очень хорошо. Ладно, сейчас пока я все подготовлю еще здесь. Ну пока вроде нормально, и тяга, и все хорошо. Посмотрим. Печка работает нормально, мне нравится. Все горит вообще супер. Дровишки прогорают, только успевай подкладывать. Печь хороша. И вот я вижу сейчас, что там через спиролизный блок, на самом деле, что-то даже горит. Так, надо мне дров еще подбросить, а то у меня мало. И сейчас сюда еще иголочек брошу. Ну получается все супер. Подставочка, это вообще вещь, хорошая задумка. Компактная, небольшая, то есть место почти не занимает. Очень удобно. Ну все, сейчас дрова на дров подбросить, а то у меня там уже прогорело. Да, ребят, на сырых дровах, вообще на сырых. Печурка заработала на ура. То есть у меня вот сейчас, повторюсь, от данного производителя у меня это вторая печь. И еще одна печь у меня от Стаса. Вот все три печки по-своему хороши. Но здесь мне нравится еще пиролизный блок. Слышно, наверное, не слышно вот так вот. Там прям что-то шипит. И вот периодически из отверстий вырывается пламя. Вот у меня закипело уже здесь все. Усиленно. В принципе, можно пить уже чай. Блин, вообще класс. Вон, видите, из отверстий огоньки вырываются. Прям видно сейчас. Периодически вырывается. Ну, красота. Так что одна печка Т-15 биохитовская у меня есть. Это вот вторая модификация. Обе работают. Ну, нареканий вообще никаких нет. Все отлично. Ладно, пока отключаюсь, ребята. Ну, все, у меня там уже хорошо все прокипело. Пусть угли догорают. Ну, вот сейчас этот столик вроде в плотненько стоит. Вот на него сейчас как раз горяченькая. Остудим чуть-чуть ручку. И вот на нее сейчас поставим. Вот видите, как удобно. Вот на этот столик, который к печке прилагается, можно поставить спокойно мини-котелочек. И все прекрасно держится и работает. Все просто класс. Сейчас немножко у меня остудится. Чуть-чуть. Ну и все. Попью чай. Разберу печку. Место засыпаем. И все. Вот так вот она выглядит. Буквально немного дров. Скипятил. Все супер. Все получилось. Состудим подставки, держатели. Потихоньку все соберу. И все. Ну что ж. Печка нравится. Загорелась с одной спички. Все удобно, компактно. Однозначно зачет. Буду брать в свои походы, в свои выходы. Вопрос комплектации остается. Иногда с блоком, иногда без. Ну, гриль, может быть, буду брать на рыбалку. Может быть, какая-нибудь караська там поджарить, акушка, посмотрим. Все супер. Все, ребят, отключаюсь. Ну что, ребят. Выход сегодня удался. Нормально. Удалось поставить и фотоловушку. И, как видите, испытали печку. Сейчас вот я ее сложу уже. Все получилось вообще идеально. Погода отличная. Единственное, сейчас идти обратно. Видно уже вот на снегу. Даже такие капельки вроде появились. Тяжеловато будет идти. Ну, ладно. Ничего страшного. Главное, все получилось. Ну, и, как обычно, ямку снегом засыпал. Все четко. Птицы вот что-то распелись. Тепло, видно, чувствуют. Всем, кто смотрит, комментирует, всем большое спасибо. Надеюсь, что на следующей неделе может быть что-то получится еще. Но, все будет зависеть. Там куча целых факторов сейчас у меня. Посмотрим. Ну, а так, всем удачи, здоровья. Чтоб все было нормально. Пока, ребята. Ребята, я не охотник. Но, по-моему, вот это вот впереди, вот видите, на дереве, это охотничья засидка. Или лабаз, как-то так называют. То есть, если я правильно понимаю, зверь куда-нибудь сюда вот выходит, куда-нибудь вот сюда, то его, наверное, где-то прикармливают или еще что. И вот оттуда с дерева его бьют. Но, повторюсь, я могу ошибаться. Сам не охотник и никогда им не буду. На это у меня, ну, как бы, свои убеждения. Но вот конструкция такая есть. Может быть, народ готовится к весне. Там глухарин и ток, или цитеревины какой-то вот заранее как-то делают. Потому что здесь птица это обитает. Вот так вот. Такие наблюдения. Пока. Всё. Пока. Пока. Продолжение следует...